Коллеги, добрый день. В России сегодня отмечается День Эколога. Как подчеркивал президент, вопросы охраны окружающей среды имеют неприходящее значение. Хочу поздравить всех, кто работает в этой сфере, сберегая наши уникальные природные богатства. Ну и, конечно, активных граждан, которые добровольно содействуют в такой важной для каждого из нас миссии. Чистый воздух, вода, сохранение флора и фауны, реализация решений в рамках борьбы с изменениями климата. Все эти шаги нужны для повышения качества жизни наших людей. Не только в России, везде в мире 5 июня по инициативе Организации Объединенных Наций также отмечается Всемирный День Окружающей Среды. Только сообща, объединив усилия, можно привести нашу планету в порядок. Одно из ключевых направлений такой работы – это водные артерии. Правительство активно занимается улучшением их состояния. Виктория Валерьевна, доложите, что делается для оздоровления водных объектов. Вам слово. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, комфортную среду для жизни действительно невозможно представить без чистой воды. Поэтому одно из ключевых направлений работы правительства связано именно с экологическим оздоровлением водных объектов и сохранением источников питьевого водоснабжения. Чистая пресная вода – стратегический ресурс нашей страны. В составе национального проекта «Экология» три федеральных водных проекта. Это сохранение уникальных водных объектов, оздоровление Волги и сохранение озера Байкал. Доложу об итогах работы по этому блоку. Основными задачами федерального проекта «Оздоровление Волги» являются сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку, устойчивое функционирование водохозяйственного комплекса Нижней Волги и сохранение экосистемы Волга-Ахтубинской поймы. Ключевые мероприятия, конечно, связаны со строительством очистных сооружений. Именно на Волжский бассейн приходится почти половина всего объема использования свежей воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. А бороться с неочищенными стоками можно только путем строительства очистных сооружений и применением на промышленных предприятиях технологий замкнутого цикла использования воды. Более 70% бюджета проекта, это почти 85 миллиардов рублей, правительством выделено на создание или реконструкцию очистных сооружений. За три года построено или реконструировано 93 очистных сооружений на территории 15 Волжских регионов. Чемпион – Нижегородская область. Построено 31 сооружение. На втором месте – Татарстан, 14 объектов. И на третьем – Ярославская область, где созданы 11 очистных сооружений. В этом и следующем году запланировано строительство еще 39 объектов, на создание или модернизацию которых в федеральном бюджете предусмотрено 29,6 миллиарда рублей. В результате реализации мероприятий федерального проекта объем неочищенных стоков в Волгу сократился на 30%. Кроме того, введены в эксплуатацию 48 водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, что превышает плановое значение на 37%. Уже сейчас видим эффект от проведенных работ. Несмотря на маловодный период в текущем году на территории Волгоградской области, построенные водопропускные сооружения позволили наполнить пойму на 80%. Ранее при аналогичном сбросе через Волгоградский гидроузел пойма была заполнена лишь на 50%. Второе направление связано с сохранением Байкала. Занимаемся этим вопросом системно. Все решения принимаем коллегиально вместе с сенаторами, депутатами, губернаторами прибайкальских регионов и Академией наук в рамках заседания специально созданной правительственной комиссии по сохранению озера Байкал. Михаил Владимирович, в этом году приступили к активной фазе ликвидации накопленного вреда окружающей среде от Байкальского ЦБК. Первый подход к этому объекту был еще в 2013 году. За 7 лет сменилось 3 подрядчика, которые с задачей не исправились. Мы за 3 года завершили все неотложные меры, провели необходимые изыскания, обеспечили подготовку проектной документации, получили положительные заключения государственных экспертиз. При поддержке президента определили единственным исполнителем работ по ликвидации предприятия Росатома, команда которого идет в графике. Сейчас заключены два государственных контракта на ликвидацию отходов центральных очистных сооружений комбината с самым опасным веществом – черным щелоком. Его накоплено 290 тысяч кубометров. А также на ликвидацию отходов Бабхинского полигона. Всего на ликвидацию отходов БЦБК в текущем году правительство выделено 6,6 миллиарда рублей. Для сокращения нагрузки на озеро строим и реконструируем очистные сооружения в населенных пунктах Байкальской природной территории. Ожидаем вот эксплуатацию трех объектов очистных сооружений в Забайкальском крае в этом году, а реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска и Улан-Удэ в 2024. И, конечно, в рамках национального проекта «Экология» проводим очистку берегов водных объектов от мусора. По итогам прошлого года выполнили 22 тысячи мероприятий. И в этом нам активно помогают волонтеры. Ежегодно в акциях по оздоровлению рек и озер принимают участие более 1,3 миллионов человек. Михаил Владимирович, благодаря вводным проектам удалось улучшить качество жизни граждан, проживающих вблизи водоемов. По экспертным оценкам, это более 12,5 миллионов человек. В послании Федеральному собранию президент поручил создать объединенный федеральный проект по оздоровлению водных объектов, начав его реализацию с 2025 года. Планируем распространить его действия на весь бассейн Волги, включая Аку и Каму, реки Дон, Иртыш, Урал, Обь, Терек, Волхов, Неву, озеро Ильмень. Реки, обозначенные в послании, это крупнейшие водные артерии страны, которые подвергаются наибольшему загрязнению. Согласно отчетным данным, в бассейн Волги, включая основные притоки Аку и Каму, попадает 39% всех стоков. В бассейны Иртыша и Урала – 15%, в Балтийский бассейн – 13%, в бассейн Дону, включая Кубань – 11%, в бассейн Амура – почти 5% и Терека – 2%. Чтобы провести эффективное оздоровление водных объектов и существенно улучшить экологическую ситуацию, мероприятие формируем по принципу бассейновых округов. С учетом региональных особенностей, участниками проекта станут 10 федеральных ведомств и региональные команды. Сейчас ведем работу по формированию проекта по нескольким направлениям. Во-первых, по аналогии с проектом «Генеральная уборка» проводим инвентаризацию загрязнений, анализируем их влияние на здоровье людей и окружающую среду. Это необходимо, чтобы заняться экологическим оздоровлением в первую очередь там, где решение проблем нельзя затягивать. Такую инвентаризацию завершим к 1 сентября текущего года. Важно, что в проект включаем мероприятия по экологическому оздоровлению водных объектов, находящихся на территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Для выявления наиболее острых водохозяйственных проблем также проводим инвентаризацию. И уже в текущем году в рамках повышения водности выполним расчистку реки Кальмиус, протекающей по территории Донецкой народной республики. Во-вторых, планируем мероприятие по дно углублению и расчистке русел от водной растительности и древесного хлама. Третье направление связано с сокращением потерь воды. Планируем реконструкцию гидротехнических и милиаративных сооружений. От их состояния зависит пропускная способность и должное обводнение. Отдельно по вашему поручению, Михаил Владимирович, занимаемся уборкой затонувших судов на Дальнем Востоке. В прошлом году обеспечили подъемную утилизацию 43 кораблей. В этом году планируем ликвидировать 87 судов. 27 из них уже удалены. В настоящее время заключены государственные контракты на подъемную утилизацию еще 31 судна. В ближайшее время планируем к заключению государственные контракты на подъемную утилизацию 9 судов. В рамках внебюджетного финансирования запланирован подъемную утилизацию 16 кораблей. Два судна планируется удалить собственникам и еще два будут удалены Росимуществом. Михаил Владимирович, работа по экологическому оздоровлению наших рек и озер находится на особом контроле правительства и будет продолжена. Важно, чтобы люди чувствовали реальный эффект от проводимых мероприятий. А благодаря новому проекту нам удастся охватить больше водных объектов и тем самым улучшить качество жизни не менее 80 миллионов человек. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за неизменную поддержку экологических инициатив природоохранного блока. И поздравить всех экологов с профессиональным праздником и с Всемирным днем охраны окружающей среды. Виктория Валерьевна, поручение президента о расширении географии действующих водных федеральных проектов должно быть реализовано своевременно и максимально полно. Просьба мониторить, как идет создание единого федерального проекта по экологическому оздоровлению рек и озер. То, что касается расчистки бухт, акваторий от затонувших судов, учитывая летний сезон, надо посмотреть, можно ли ускорить такую работу, если потребуется помочь нашим субъектам. Но в том числе тиражили наиболее удачные решения и практики. Просьба держать эти вопросы на контроле. К следующей теме. В среду завершилось третье всероссийское онлайн-голосование за новые объекты благоустройства. Миллионы людей выбрали места более чем в полутора тысячах муниципальных образований, которые сделают в первую очередь. Сами жители лучше понимают, где не хватает скверов для прогулок, в каком районе нужны дополнительные детские и спортивные площадки, общественное пространство. Благодаря такому подходу их мнение становится ориентиром в работе по благоустройству. Это и есть механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, которую мы создаем по поручению президента. За последние годы в рамках национального проекта в порядок было приведено свыше 55 тысяч объектов. И теперь к ним добавятся и те, которые отобраны по результатам прошедшего голосования. Марат Шкертианович, расскажите подробнее о его итогах. Уважаемый Михаил Владимирович, как Вы уже отметили, президент получил увеличить долю граждан, принимающих в решении вопросов развития городской среды до 30%. Для достижения этой цели мы запустили механизм прямого участия россиян в формировании комфортной городской среды. Это всероссийское онлайн-голосование, которое проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Мы сейчас активно работаем над доступностью данного инструмента, чтобы он был понятен и прост в использовании для каждого гражданина. 31 мая завершилось уже третье всероссийское голосование за объекты благоустройства. Россияне выбирали парки, набережные, скверы, улицы, площади, дворовые и общественные территории, которые будут благоустроены в первую очередь. По тем территориям, которые уже были отобраны, граждане выбирали дизайн проекта и благоустройство. Подведены первые итоги голосования, определены те территории и проекты, которые, по мнению самих жителей, должны быть преобразованы в приоритетном порядке. В 2023 году в голосовании приняло участие более 14 миллионов человек из 87 субъектов Российской Федерации, что превысило плановый показатель почти на 2 миллиона человек. Это новый такой рекорд. Два года назад в голосовании приняло участие 9,7 миллионов человек, в 2022 году 10,7 миллионов человек. Важно отметить, что уже в этом году к участию во всероссийском голосовании присоединились и новые субъекты. Общее число общественных территорий, предложенных для общественного обсуждения, составило чуть более 5000 территорий, в том числе порядка 4700 общественных пространств. Это скверы, набережные улицы, парки, дворовые территории и порядка 350 дизайн-проектов территории. Активную помощь в проведении голосования оказал волонтерский корпус. Всего более 93 тысяч волонтеров во всех муниципалитетах, участниках программы, помогали с информированием граждан и проведением голосования. Отмечу регионы, в которых жители проявили наибольшую активность. Это Чеченская республика, Республика Алтай, Башкортостан, Тыва, Томска, Свердловская, Челябинская, Саратовская, Самарская области, Ставропольский край, Ямало-Ненецкий автономный округ. По итогам голосования более чем в два раза превысили прошлогодние показатели активности Чеченская республика, Томская область и Республика Тыва. Такие показатели говорят о заинтересованности россиян в преобразовании собственной городской среды, показывают результативность запущенной инструмента, а также высокий уровень организации процесса голосования. Хочу поблагодарить руководство страны за поддержку и всех коллег, которые вовлечены в реализацию этого проекта. Рассчитываем, что и в рамках следующего конкурса нам удастся увеличить охват участников и добиться не меньших результатов. Спасибо за внимание. Спасибо, Марат Шекезянович. Голосование дает хорошую возможность сделать собственный город, поселок комфортнее и удобнее для жизни. Хорошо, что все больше людей участвует в отборе и выражают свое мнение. Такая обратная связь, о которой говорит президент, очень важна. А теперь необходимо, чтобы все выбранные проекты были реализованы на высоком уровне. Пожалуйста, держите это на личном контроле. Еще один важный вопрос. Из-за внешних ограничений, введенных против нашей страны, нарушены многие логистические цепочки. Чтобы производители лекарств могли быстрее выводить их на внутренний рынок, правительство продлит до конца следующего года применение целого ряда упрощенных процедур. Но прежде всего речь идет о регистрации аналогов средств, уже представленных в России, а также получение разрешения на ввоз оригинальных препаратов, надписи на которых сделаны на иностранных языках. Конечно, если при реализации на упаковках будут этикетки с переводом на русский язык. Это обеспечит наличие необходимых людям лекарств. Продолжение следует...